3 июля сотрудники ГИБДД отмечают профессиональный праздник и юбилей службы. Российской госавтоинспекции исполняется 85 лет. Какие задачи стоят перед подразделениями службы, сегодня узнала съемочная группа телеканала «Север». Подробности в сюжете моего коллеги Василия Хатанзейского. Государственная инспекция безопасности дорожного движения является одной из самых важных структурных подразделений правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность населения. Несмотря на то, что особенности работы инспекции, казалось бы, знакомы всем и каждому, но на самом деле это достаточно сложный механизм, в котором задействовано большое количество сотрудников, отвечающих за разное направление деятельности. «Задачами госавтоинспекции являются обеспечение и соблюдение предприятиями и организациями всех форм собственности, гражданами и гражданами нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах нашей страны». В структуру ГИБДД Ненецкого округа входят сразу несколько служб и подразделений, у каждого из которых своя специфика. Дорожно-патрульная служба ГИБДД осуществляет патрулирование автомобильных дорог и выявляет правонарушителей. Ежедневно патруль дежурит посменно на протяжении 24 часов. Каждая группа автоинспекторов заступает в наряд в 8 часов утра. Эта процедура включает в себя медицинский осмотр, инструктаж и распределение по участкам. «Обследуем наш маршрут патрулирования, проводим обследование дорожной уличной сети, наличие, где какие работы проводятся дорожные, чтобы были установлены знаки соответствующие. То есть водитель видел, что там проводятся дорожные работы. После обследования маршрута выезжаем для проверки. После проверки маршрута дальше останавливаемся и стационарно уже получается работаем, проводим административную профилактику». Все подразделения ГИБДД тесно связаны между собой. Благодаря тому, что отслужба оперативной связи в реальном времени отслеживает по камерам видеофиксации все дороги в городе и пресекает действия правонарушителей, это делает работу дорожно-патрульной службы более эффективной. «Региональное отделение информационного обеспечения занимается в том числе обработкой материалов, зафиксированных комплексами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Мы работаем на данный момент времени по нарушениям скоростным, а также по линиям разметки, нанесенным на проезжую часть». Чтобы на дорогах был порядок, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД ведет учет транспортных средств, осуществляет выдачу водительских удостоверений, работает с начинающими водителями. «Регистрационно-экзаменационное подразделение занимается регистрацией транспортных средств, прицепов к ним, а также приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами и выдача водительских удостоверений. Ну иными словами, мы занимаемся государственным учетом транспортных средств, это снятие с учета постановка на государственный учет, прекращение госучета, восстановление, а также прием экзаменов, отдельная категория деятельности, так сказать, с автошколами взаимодействием и выдача водительских удостоверений, как после экзаменов, так и для обмена водительских удостоверений, в связи с утратой, выдача международных водительских удостоверений. Также в обязанности регистрационно-экзаменационного подразделения входит проверка транспортного средства для регистрации. При регистрации транспортного средства вот у нас есть ПТС транспортного средства, здесь указаны все основные компоненты. В первую очередь мы сверяем ВИН-номер, который указан в ПТС, также сверяем дублер, табличка называется дублер, там тоже ВИН-номер указан. Смотрим на регистрационные знаки, они должны соответствовать ГОСТу, то есть должны быть не мятые, не крашеные, без дырочек, без царапин. Также особое внимание уделяем на световые устройства, которые должны быть без диодов, должны соответствовать ГОСТу, это при регистрации. В летнее время, конечно же, обращаем на летнюю резину, в зимнее время резина должна быть ошипованной, либо липучкой. При соблюдении всех норм водитель может спокойно зарегистрировать свое транспортное средство. Также немаловажной процедурой для постановки автотранспорта на учет является техосмотр. Группа технического надзора занимается контрольно-надзорной деятельностью, в том числе за операторами технического надзора. Участвует в проведении технических осмотров, плановых и неплановых проверок. В ГИБДД также есть подразделение, которое осуществляет надзор за состоянием дорожного полотна. Ежедневно инспекторы дорожного движения проверяют дороги на наличие дефектов. В этом году ГИБДД отмечает свой 85-летний юбилей. История ГАИ и ГИБДД – это часть истории нашей страны. И отражен каждый день и каждый час беспокойной работы сотрудников, с честью выполняющих свой профессиональный долг. От всей души хочу поздравить коллег с праздником, с 85-летием образования госавтоинспекции. Пожелать им здоровья, добрости духа, вдохновения в работе, жизненных сил, энергии, выдержки, терпения, любви и счастья. Коллектив телеканала «Север» присоединяется к поздравлениям и выражает слова благодарности за профессиональное исполнение служебных обязанностей, а также за плодотворное сотрудничество. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».